В Питере ограбили ювелирный магазин в считай интеллигентной манере. Пока часть нелетчиков потрошила витрины золотом, один в маске приобнил напуганную продавщицу и что-то ей там втолковывал. Слов на видео, конечно, не слышно, но вряд ли это были грубые угрозы матом. Гораздо проще поверить, что грабитель успокаивал вжавшуюся буквально в прилавок сотрудницу магазина, поглаживая ее по плечу. Правда, кто-то мог бы предположить, что они были знакомы и раньше, но это уж совсем киношная версия. Скорее всего, мотивы были рациональны. Девушка явно сильно испугалась, а лишний шум преступника был ни к чему, да и встал грабитель перед ней, видимо, мешая выбежать раньше времени. Сам ювелирный, между тем, находится в очень людном месте в центре Петербурга. Картину странного ограбления дополнило огнестрельное оружие, которым грабитель кому-то грозил, но не использовал его. Довольно странного облика, древнего, напоминающего о временах Пушкина с Дантесом. А вот бронзовый Достоевский в паре шагов от места преступления равнодушно отвернулся. Это не его жанр, ни тебе старухи-проценщицы, хотя дело было в здании со словом «ломбард», ни крови, хлынувшей, как из запрокинутого стакана. А вот полиция, тем не менее, заинтересовалась грабителями-обнимателями. Их ищут. Продолжение следует...